Издательство Эксмо. Эмма Скотт. Пять минут жизни. Голос моей сестры эхом донесся из прихожей. «Тэя, поехали уже!» «Иду!» — крикнула я, сидя в своей старой спальне в доме наших родителей. Я приезжала к ним на лето и превратила свою бывшую комнату во временную художественную студию с брезентом на полу и огромным холстом на мольберте у окна. Дэлия ныла, что я дома всего три дня и уже вся перепачкалась красками, а ведь мне ещё идти к ней на выпускной. Но не рисовать три дня для меня всё равно, что ни есть и ни дышать. За моей спиной по Нетфликсу показывают «Офис», лучший в мире сериал. Я каждую серию по сто раз пересмотрела. Мама предполагала, что я так им одержима, потому что сериал похож на меня, смешной, честный, и шутки сыпятся в самые неподходящие моменты. Что ж, виновата по всем пунктам. Я убрала прядь светлых волос с глаз и вытерла руки о льняной халат. Фиолетовые и оранжевые мазки добавились к полосам жёлтого и тёмно-синего цвета. Обычно я использовала не только кисти, но и свои пальцы. Папа любил дразнить, мол, как я начала рисовать пальцами в детстве, так и не смогла остановиться. Брезент зашуршал под моими босыми ногами, когда я отступила, чтобы оценить холст. Египетская пирамида отбрасывала тёмную тень на золотой песок пустыни в лучах заходящего солнца. Мой взгляд переместился на фотографию, сделанную мною во время нашей семейной поездки в Гизу прошлым летом. Я не знала, что в этих проклятых пирамидах, или истории Египта вообще, так меня очаровало. Но я просто помешалась на этой теме. Огромные гробницы были ошеломляющими. Египтяне заполнили их комнаты всем, что может понадобиться фараону в загробной жизни. Словно он не умер, а просто ненадолго отлучился. — Как в путешествии, — пробормотала я. — Алтея, спускайся сейчас же, — заорала Делия. — Мы же опоздаем. — Мы при всём желании не опоздаем. Ведь ты потребовала выехать за три часа до начала, — крикнула я в ответ. Затем склонила голову к своей работе, и мои губы сами собой растянулись в улыбке. Я всегда позволяла картине самой решать, когда работа над ней завершена, и это как раз закончилось. Цвета и форма отображали величие пирамиды, красоту пустыни и необъятность неба над головой именно так, как я хотела. Я сняла халат. Под ним на мне было розовое шёлковое платье. Быстрый осмотр выявил лишь несколько брызг краски на подоле. Голос Делии снова подхлестнул меня. — Я знаю, что мой выпускной ничего для тебя не значит. — Ты я, дорогая, — позвала мама, мягко вклиниваясь в разговор. — Пожалуйста, спускайся. Я последний раз взглянула на картину и улыбнулась. — Ничего вышло, — сказала я самой себе. — Ты я, богом клянусь! — Да иду я! Я выключила телевизор и шумно спустилась по лестнице. — Действительно, давайте поспешим, а то вдруг нам придётся сидеть несколько часов и ждать начала. Наши родители, Сандра и Линден, уже переоделись в элегантные наряды и ждали меня вместе с Делией. Сестра была в тёмно-синей выпускной мантии. Она пригладила выбившуюся прядь своих тёмных до плеч волос и смерила меня полным презрением взглядом, пока я запихивала ноги в туфли на низком каблуке, который она заставила меня надеть по случаю. — Мой выпускной, мне и решать, когда выезжаем, — заявила Делия. — И что на тебе такое? — Каблуки, — ответила я. — Но лишь потому, что ты меня вынудила. Я про платье. Оно всё в краске. Всего пара капелек. Придают изюминку наряду. Делия закатила глаза. — Ты грязная, как всегда. Удивительно, что хоть волосы расчесала. Но сегодня же суббота. Я подмигнула папе. Он подмигнул в ответ. — Идём, милые. Туда добираться час. Если выйдем сейчас, то прибудем на место. Сделал вид, будто сверяется с часами. — Да, сильно заранее. Делия со свистом втянула воздух, переходя в свой печально знаменитый деловой режим. — Знаю. — По-вашему, я чокнутая? Но вы мне ещё спасибо скажете, когда не придётся судорожно искать место для парковки. Народу ожидается много, и я беспокоюсь, что мы опоздаем. — Ты? Беспокоишься? Да ладно. — Боже! Ты хоть раз в жизни можешь отнестись к чему-то серьёзно? — спросила Делия, оборачиваясь ко мне. — Перестань шутить. И когда церемония начнётся, не смей устраивать сцены позорить меня. Я невинноморгнула. — Ты о чём? Она подарила мне смертоносный взгляд Делии. — Ты знаешь, о чём я? — Ничего неуместного. — С тобой не повеселишься. — Зато ты отрываешься за нас обеих. — Верно. Моя сестра — самый дисциплинированный человек в мире. А вот я вечно жила одним днём. Папа любил шутить, что касаемо нашего родства ему приходится верить маме на слово. — У нас ещё есть время сфотографироваться, — заявила мама, готовя свой мобильный. — Девочки, встаньте поближе друг к другу. — Ты тоже, Линден. — Мам, ты должна быть в кадре, — сказала я. — Возьми мой телефон, там есть таймер. Я кинулась вперёд, открыла приложение и положила телефон на полку напротив лестницы. Затем обнялась с моими самыми любимыми людьми в мире. — У нас десять секунд, — сказала я с улыбкой. — Все говорим «Чиз». Телефон щёлкнул. Мама взяла его с полки и проверила изображение. — Отлично. Вы обе прекрасно выглядите. Её глаза наполнились слезами, когда она повернула экран к нашему отцу. — Ну разве они не красавицы? Папа кивнул и обнял Делию за плечи. — Мы так гордимся тобой, дорогая. Он посмотрел на меня и подмигнул мне. — Тобой тоже, горошек. — Мне двадцать один год, а папа по-прежнему называет меня горошком. Я надеялась, что он никогда не перестанет это делать. Я обняла Делию. — Я тоже тобой горжусь, сестрёнка. Произносить речь на выпускном вечере в университете Вирджинии? А ты крутая! — Спасибо, Тея, — сказала Делия с тёплой улыбкой, которую приберегала для особых случаев. Затем она прочистила горло и вернулась в свой деловой режим. — Может, уже поедем? — Да, да. Папа снял ключи от машины с крючка на стене и широко распахнул входную дверь. — Дамы? Мы направились к двери. Мои ноги уже ныли из-за этих глупых туфель. У кого-то зазвонил телефон. — Это у меня, — сказала Делия, ройс в сумочке. Она прочитала сообщение и стиснула зубы. Родители Роджера его кинули. Опять. Нужно его подбросить. — Они не пойдут на выпускной? — переспросила я. — Боже! Вот же уроды! Найсы жили в нескольких кварталах от нас, в доме, похожем на наш, на такой же прекрасной улице. Но с тем же успехом они могли жить на Луне. Настолько отличались от наших мамы и папы. Мы с Делией росли, окруженные неизменной любовью и поддержкой родителей. И у нас в голове не укладывалось, как Найсы могут вечно наплевательски относиться к собственному сыну. — Без проблем, — сказал папа. — Мы можем его забрать. Делия взяла ключи от своей машины. — Нет, я отвезу его сама. А вы, ребята, поезжайте. — Дорогая, нам хватит времени за ним заскочить. Она покачала головой. — Вы знаете, как у Фроджер. Он от стыда сгорит. Лучше я его отвезу. Делия заметила, как мы обменялись любопытными взглядами, как делали всегда, когда она упоминала Роджера. Ребята клялись, что я всего лишь друзья, но были неразлучны еще с детского сада. Только Роджер мог выбить мою сестру из ее жесткого графика. Их дружба была одной из тех немногих вещей, которые выявляли ее более мягкую сторону. — Слушайте, — начала Делия. — Поездка с нами только заставит Роджера чувствовать себя еще хуже. Ему придется наблюдать за тем, как мама и папа прекрасно общаются, и это через несколько минут после того, как собственные родители в который раз его подвели. — Ну, если ты так считаешь, — протянул папа. — Именно так я и считаю. Делия поцеловала его в щеку, обняла маму и похлопала меня по голове. — Ведите себя хорошо, — напутствовала она. — Встретимся на месте. — Езжайте не спеша, но не теряйте времени. Она бросила на нас последний строгий взгляд, а затем пронеслась мимо прямиком в теплый майский вечер. Ее отглаженная мантия хлопала вокруг туфель на низком каблуке, что отбивали по асфальту барабанную дробь, словно бы говоря, «Все, прочь с моего пути». — Отлично, — сказала я. — Теперь мы можем остановиться и перехватить по кусочку пиццы. Мама пригладила свои светлые, уже тронутые сединой кудри. — Думаю, один из лучших подарков, которые мы можем преподнести твоей сестре на выпускной, это быть на месте к ее приезду. — Подождите! — я стащила туфли и схватила с подставки для обуви у двери свои желтые сандалии. — Тея, ты же обещала! — укорила мама. — Эй, я пообещала надеть это скучное платье! Одобренная Делли обувь в контракт не входила. Она ни о чем и не узнает, пока не станет слишком поздно. Мы забрались в серебряный кадиллак отца. Мама устроилась впереди, я села за ней, и мы отправились в путь из Ричмонда в Шарлоттсвиль, штат Вирджиния. Виды были ошеломляющими. Зеленые холмы и деревья под безоблачным голубым небом. Я любила свой родной штат, но не собиралась в нем оставаться. Как только окончу школу искусств в следующем году, сразу потащу свою задницу прямиком в Нью-Йорк. — Как насчет музыки? — спросила я с заднего сиденья. — Восемь секунд тишины, — отметил папа. Новый рекорд. — Музыка — это жизнь! — сказала я, смеясь. — Сразу после живописи? И офиса? И пиццы? — Никакой пиццы. Папа покрутил радио, пока не нашел мою любимую станцию. И машину заполнили звуки «Бэдромэнс». — Хорошо? — С Леди Гага не может быть плохо. Папа ухмыльнулся. — Поверю на слово. Я подпрыгивала в такт песни, насколько мне позволял ремень безопасности, пока мама не убавила громкость. — Бедняга Роджер, — сказала она. — О чем вообще думают его родители? — Мне интересно, о чем думает Делия, — заметил папа и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. — Вы часом не ведете задушевные разговоры по-сестрински? Они не встречаются? — Понятия не имею, — ответила я. — Ты же знаешь, какова Делия. Себе на уме? Никогда ничего мне не рассказывает. Мама изогнулась, чтобы посмотреть на меня. — А что насчет тебя самой? — Никакого парня на горизонте. — Тогда бы я вам его представила, — сказала я. — Они один из тех парней, с которыми я встречалась за последнее время, этого не достоин. Они считают, что я забавная и не хотят заводить со мной ничего серьезного. Или, может быть, я не хочу ничего серьезного с ними. Может быть, я и не способна на серьезное. — Я уверена, что это не так, дорогая, — сказала мама. — Делия бы с тобой поспорила. Я люблю твою сестру, но иногда она перегибает. Честно говоря, мне очень хочется влюбиться, но, полагаю, торопить события глупо. Это случится, когда случится. Я встречу того самого парня. Такого, о каком просто не смогу перестать думать. И когда мои чувства к нему найдут отражение в моем искусстве, я пойму, что он единственный. — Мудрая философия, — заметил папа. — Кстати, об искусстве, — подхватила мама. — Как продвигается твоя последняя картина? — Уже готова. Я закончила как раз в тот момент, когда Делия уже собиралась рвать и метать. — Прекрасно. Мне не терпится ее увидеть. Мама шлепнула меня по колену тыльной стороной ладони. — Ты и твои пирамиды. — Ага. Я засмеялась. — Если когда-нибудь стану знаменитой, Египет будет моей фишкой. — Как автопортреты у Калу или похожие на вагины цветы у О'Киф. — Тея, — папа усмехнулся. — Я не утверждаю, что я вторая Фрида или Джорджия. — Ты бы так не сказала, потому что ты слишком скромная, — перебила мама. — Но, как твоя мать, я имею право хвастаться, что ты ничуть не уступаешь великим. — Это твоя святая обязанность, как моей матери, — отозвалась я. — Но все равно спасибо, мам. Ты лучше всех. Я... — Боже! — закричал отец. Мама начала поворачиваться. — Что? Вспышка бледно-голубого ослепительного хрома. Ужасающий, оглушительный грохот. Он отдался в моих костях, в моих зубах. Он эхом пронес все через капот, через лобовое стекло. Он все нарастал, нарастал и нарастал, разрывая нас, пока не осталось ничего. Красно-белый знак «Сдается» бросился в глаза даже через визор моего шлема. Я замедлил свой Харли, встал у обочины и поднял стекло. За шатким забором на клочке сухой травы примастился крошечный домик площадью, вероятно, не более девятисот квадратных футов. Цементная дорожка, ведущая к двери, потрескалась. Одна ступенька крыльца покосилась. Белая краска на стенах облупилась. Маленький, простой и дешевый. Отлично. Я снял шлем, вытащил телефон из черной кожаной куртки и набрал номер. — Это просто чертов телефонный звонок, — подумал я, глубоко вдыхая. — Сибирись, тряпка, — ответил мужчина. — Да. Вдох, выдох. Я звонил по поводу аренды дома в Бунсмил. Ни разу не заикнулся. Даже на М в Мил. Незначительная, но победа. — Хорошо, — сказал мужик. — Шестьсот пятьдесят в месяц. Коммунальные услуги включены, но не вода. Никаких домашних животных. Хотите посмотреть дом? Я могу подъехать через пять минут. У меня собеседование в санатории «Голубой хребет», — пояснил я. Если получу работу, то вернусь через несколько часов. Тогда и посмотрю. Мужик вздохнул. — Так зачем звонить мне сейчас? Не хочу, чтобы кто-нибудь перехватил дом. Он усмехнулся сквозь отчетливый звук выдоха сигаретного дыма. Наполовину кашель, наполовину смех. — Сынок, ты первый, кто вообще позвонил за последний месяц. Думаю, тебе ничего не грозит. — Затяжка. — Собираешься работать в «Голубом хребте»? Со всеми этими психами и шлепнутыми? Я крепче сжал телефон. Вот урод. — Просто не сдавайте никому дом, хорошо? — Конечно, конечно. Придержу его специально для тебя. — Спасибо. Пробромотал я, повесил трубку и уронил руку. Мужик был прав. Никто не позарился на его дерьмовый домик, кроме меня. Телефонный звонок был тренировкой перед собеседованием в санатории. Я в шесть утра выехал сюда из Ричмонда и не хотел, чтобы мой интервьюер был первым, с кем придется разговаривать. Насмешливый голос бывшей приемной матери зазвенел в голове. Как будто это поможет, дубина. Ты завалишь это собеседование, сам знаешь. — Заткнись, Дорис, — пробормотал я. Из всех приемных семей, у которых мне приходилось жить с рождения, под ее опекой, если это можно так назвать, я находился с десяти до восемнадцати лет. В двадцать четыре ее насмешливый голос все еще не оставлял меня в покое. Я больше не заикался в каждой фразе, но изъян все равно прятался у меня под языком и неизменно вылезал, когда я злился или нервничал, как, например, сейчас, перед собеседованием. Когда мне было двенадцать, врачи назвали мое заикание психологическим расстройством, скорее реакцией на травмирующие события, чем физиологической проблемой в мозгу. — Реакция? — с усмешкой переспросила Дорис в кабинете врача. — То есть он не может говорить нормально из-за проблем в голове? — Пфу! Да он просто дурачок. А это лишнее тому доказательство. Доктор напрягся. — Имелись ли недавно травмирующие инциденты? — Конечно, нет! — отрезала Дорис. А я хотела развязать, наконец, онемевший язык и крикнуть, что да, кое-что случилось. Как раз недели раньше умер дедушка Джек. Технически отец Дорис не был моим настоящим дедушкой, но он уделял мне куда больше внимания, чем кто-либо, когда-либо, пока меня пинали из дома в дом, действуя в рамках системы усыновления Южной Каролины. Джек брал меня на озеро Мюррей ловить рыбу, покупал мне мороженое и совал леденцы мне в руку после обеда. — Не говори своей матери, — всегда повторял он. — Мать. Дорис набирала приемных детей за деньги, а не по доброте душевной. И уж назвать ее матерью язык не поворачивался. Как у такого человека, как Джек, выросла такая дочь, как Дорис, я никогда не узнаю. Он был добрым и рошил мне волосы вместо того, чтобы щипать меня, и никогда не называл меня глупым. Когда он умер, то забрал с собой единственный кусочек счастья, который у меня был за мои двенадцать несчастных лет. Стоя рядом с Дорис в похоронном бюро, глядя на гроб, я заплакал. Дорис оттащила меня в боковую комнату. Ее пальцы вонзились в мою кожу, как когти. Она силой меня встряхнула. — Не смей о нем плакать, слышишь меня? Он не был твоей семьей. — Он... он был дедушкой Джеком, — сказал я. Мои рыдания разбивали слова на части. — Никакой он тебе не дедушка. Темные глаза Дорис вперились в мои, будто она накладывала на меня какое-то проклятие. — Больше не смей говорить о нем, как о родственнике. Он был моим отцом, моим родным. — А ты не мой. Ты всего лишь чек, что приходит по почте каждый месяц. Так что перестань плакать. Я перестал.